Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что вы не случайно сделали девушку смыслом своей жизни в том плане, что вы думали только о ней, хотели быть только с ней, делали всё только для неё, действовали только для неё, опять же, вот. Я думаю, что это не случайно. Я думаю, что если за полгода общения с девушкой вы настолько сильно к ней привязались, да, что без неё вы не можете уже... Я полагаю, что ответы находятся в том, что было до неё, в том, что было до неё, и есть ответы на вопрос. То есть у вас нет личностного смысла, своего личностного смысла собственного. Вы не ориентируетесь на себя в жизни. Да, то есть вы не живёте для себя. Ваша привязанность к девушке нуждается в анализе. То есть необходимо как минимум проводить анализ чувств. Ваших чувств, да? Потому что это напрямую связано с тем, что вы сейчас хотите. Это напрямую связано с тем, что вам нужно. Вот, это напрямую связано с тем, что вы сейчас переживаете. Вот. Я думаю, что любовь, ну вот, свою любовь к ней вы использовали для реализации своих желаний. Конечно, сложно сказать, каких именно, но это можно сделать, можно найти эти желания, да? Их можно открыть, вот, можно их выявить, чтобы вам было проще, понятнее, значит, взаимодействовать. Ну, с собой, да? Ваша реакция такая вот, в некоторой степени психотична, да? Она может быть связана с потребностью, допустим, в любви, да? Она может быть связана с потребностью в собственной значимости. Она может быть связана с тем, что вы так реализуетесь. С тем, что вы иначе запрещаете себе, ну, реализовываться. Вот. То есть, это достаточно такие серьезные, важные моменты, на которые вам необходимо обратить внимание. Потому что, вся история с девушкой, это лишь следствие. То, что вы к ней так прикипели, это всего лишь следствие. Что было до этого, до того, как вы ее встретили? Что было до того, как вы с ней познакомились? Чего вы хотели? Да? Вот вы начинаете свою историю с того, что я парень, мне девятнадцать лет, встречался с девочкой полгода. Очень сильно любил ее. Но, понимаете, история здесь в том, тонкость, тонкость, история, что вы полгода встречались, но полюбить, если вы полюбили. Полюбили вы ее позже, на самом деле. То есть, я не считаю, что вы могли полюбить ее, ну вот, собственно, сразу как начали встречаться с ней. Понимаете? Вот. Это невозможно. Значит, любовь, если она была и есть, да, пришла к вам позднее, позднее, любовь. Любовь. Нужно понять, что она для вас значит, любовь. То есть, что для вас изменилось с тех пор, да, как девушка появилась в вашей жизни? Что было с вами? Что было с вами? Ну, тогда, когда ее не было, например, еще рядом. Что было с вами? Да? Вот. Что было с вами? Что происходило с вами? Как вы жили? Что делали? Увлекались ли вы чем-то? Занимались ли вы чем-то? И так далее. Вот. То есть, очевидно, что вы искали, может быть, даже подсознательно, не отдавая себе в этом отсчет, но вы искали на кого бы направить свой поток энергии, который у вас есть, который у вас скапливался, и выход, который найти у вас, ну, видимо, не получалось. Вот. Понимаете? Но это, еще раз повторяю, это произошло до того, как вы с ней стали вместе. Понимаете? То есть, обратите внимание не на то, что происходит сейчас, да, с вами. Она просто была ранее. Как бы, причина, она в этом вся причина вашего состояния текущего. Дальше. Все это время подсвечал полностью ей, был очень сильно зависим эмоционально от нее. Знаете, зависимость, да, она не появляется просто так. Да, зависимость, она появляется, как правило, когда человек с чем-то нуждается. То есть, прям вот, остро, остро, остро в чем-то нуждается, вот. И вопрос весь заключается в том, в чем нуждаетесь вы. Что вы хотели тогда, когда вот начали эмоционально зависеть от нее? Более подробно раскроете, пожалуйста, эмоциональную зависимость от нее. Что она из себя представляет? Понимаете, да, о чем идет речь? Ведь вы же не пишете об этом ничего. Как эмоциональная зависимость у вас появилась? С чем эмоциональная зависимость была связана? Что вы реализовывали через нее, ну через эмоциональную зависимость? То есть, какие потребности вы реализовывали? Вот. Важно ли это? Да? Конечно. Понимаете? Понимаете? Вот. И это, это, ну это очень важный аспект. Очень важный аспект. То есть, чтобы вот подробно, подробно вот эти вещи все раскрыть. Хотя бы для вас. Хотя бы для вас. Дальше идем. Значит, вы пишете, что все планы строил вокруг нее. А для себя? Что вы хотели для себя? Что вам нужно для себя? Понимаете? Вот. Ведь получается, что ничего не нужно для себя. А почему ничего не нужно для себя? Не значит ли это, что вы обесцениваете то, что, ну, допустим, то, что хотите, например? Не значит ли это, что вы недооцениваете то, что вам нужно для себя? А было ли когда-нибудь так, что вы делали что-то для себя? То есть, было ли когда-нибудь такое, что вы, ну, предпринимали какие-то шаги для себя? Вот. Понимаете? Это тоже важно. Это тоже важный момент. Дальше. Так. Мы не часто видели, но созванивались, переписывались постоянно. Она мне была все. И ни с кем практически не общалась, кроме нее. Все мои планы, цели были поскорее с ней увидеться. Я жил на встрече до встречи с ней. Ну, опять же, это подрыв-подрывность, да, она называется в раскрытии. Да? То есть, что это за потребность? Что она из себя представляет за потребность? То есть, ну, вот. Что нужно-то? Ну, ну, это. Что хочется-то? Ну, по факту. Что хочется. В чем нуждается? Нужда лиц. Точнее. Вот так. Это, это, это важный момент для понимания того, что с вами происходит. Сейчас. Да? Вот. То есть, согласитесь, что здесь не сложно. Нужно обратно следить то, чем вы наблюдались до встречи с ней. Дальше, она была мне так, значит, я жил на встрече до встречи с ней, хотя мы часто ссорились. Поначалу у меня даже были мысли бросить ее, но я отходил и не бросал. А из чего ссорились? Что не удовлетворяло именно вас? Вот именно вас конкретно и конкретно. Что не удовлетворяло? Вы можете ответить на этот вопрос? Вот по факту. Ну если ссорились, значит, наверное, что-то не нравилось уже, я так подозревал. Вот. Если что-то не нравилось, значит, логично, что в чем-то вы были неудовлетворены. Если вы в чем-то были неудовлетворены, значит, это нужно раскрыть, в чем вы были неудовлетворены. Вы пытались, по-видимому, ответственность за то, в чем вы не удовлетворены, перенести на девочку. Ну, так вот, грубо говоря. Хорошая ли эта позиция? Конструктивная ли эта позиция? Нет, не конструктивная. Адекватная ли она для вас? Да, адекватная, потому что ваши желания, они, как бы, ну, они есть, они никуда не деваются, они нуждаются в удовлетворении. Вот. Ваши конфликты внутренние, которые, ну, которые, ну, и есть, да, они тоже никуда не деваются. К сожалению. Вот. И, и, все это, все это нужно разбирать вам. Понимаете? Какая история? То есть, вот, это не случайно, что вы, ну, вот, стали настолько зависимым. От девочки. Абсолютно. Дальше. Так, эээ, значит, эээ, значит, эээ, так, она мне очень нравилась внешне и внутренне. Первым вы говорите, что я ее любил, сейчас вы говорите, что она мне нравилась, то есть, тут как-то странно все происходит. Нравилось это одно, любил, 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 это совсем другое, вот, то есть, ну, понимаете, да? Я надеюсь, что разные вещи, разные вещи абсолютно, разные чувства, разная, эээ, ну, степень близости, вот, между людьми. И, соответственно, вам надо определиться, вы, как относитесь к ней, что, собственно говоря, как вы относитесь к ней? Как вы ее воспринимаете? Так, ээ, любовь или симпатия все-таки? Если, если любовь, любовь, опишите ее, что значит для вас любовь, давайте исходить из этого. Если симпатия, хорошо, опишите ее, что это значит? Ну, что значит симпатия? Давайте подумаем на эту тему, тогда, вот, то есть, ну, раскройте, короче говоря, раскройте свое понимание этих чувств, этих чувств, вот, ну, таких чувств, да, достаточно сильных. Сильно. Вот. Дальше. Так, дальше идем. Так, эээ, значит, секс был идеальный для меня. Ну, опять же, опять же. Вряд ли, проблема, да, она только в сексе. То есть, скорее всего, дело не в этом. Скорее всего, дело не в, не только в сексе. Я думаю, что дело в том, как вы чувствовали себя с, ну, в ней, с ней. Как вы ощущали себя с ней. Вот, вот как бы, эээ, что важно. Знаете? А не, не, не такая история, что именно секс. То есть, секс, это, ну, если говорить чисто, да, а сексу. Вот, это, это просто наслаждение, как бы удовольствие и все. И понятно, что вы можете, ну, его получить, как бы, все угодно, как угодно. То есть, проблем тут вообще никаких, на самом деле. Вот. Вот. Вам, эээ, нравилось именно с ней, вы хотите секс именно с ней, а значит, что это с чем-то связано. То есть, эмоционально подкреплено. Понимаете, да? О чем мне говорится. Вот. Эмоционально подкреплено. Само по себе, это, нормально. Вот. Ну, просто у вас это, вот, вышло из-под контроля. Дальше. Эээ, так, значит, значит, да и вообще все было идеально для меня. Ну, вот, напротив, да, вы идеализируете, напротив, вы идеализируете девочку. Эээ, понимаете, какая штука? Эээ, идеализировать... Чего, человека. Можно только, эээ, тогда и только в том случае, если вы что-то обесцениваете. Обесцениваете. Знаете, только в этом случае можно, эээ, идеализировать человек. К сожалению, вот, эээ, других, эээ, ну, ну, других, эээ, способов идеализации нет. То есть, если я, эээ, что-то идеализирую, если я что-то идеализирую, значит, что-то я обесцениваю. Так. Вот. Баланс. Да? Эээ, компенсация. Поэтому, я думаю, что, эээ, поэтому я думаю, что, эээ, нужно смотреть на это, нужно смотреть на это, эээ, что именно вы, эээ, что именно вы, ээээ, обесцениваете. В, эээ, ну, в своем восприятии, что для вас не ценно. Да? Вот. Дальше. Идем. Так. Недавно она меня бросила. Эээ, из-за чего? То есть, как вы восприняли тот факт, что она вас, эээ, бросила. Да? Эээ. То есть, ээээ, это, ээээ, важный момент, ээээ, как вы восприняли тот факт, что она бросила вас. Почему важный момент? Да? Потому что, потому что, ээээ, если вы ее любите, да, то вы совершенно спокойно воспримите, ээээ, ну, воспринимаете то, что она, вот, ээээ, бросила. И даже не бросила. Потому что бросила, это, ээээ, ну, негативное такое восприятие. Поступка человека. Что значит бросил? Бросают вещи. Бросают мебель. Бросают, там, ну, животных, которых не любят. Детей, которых не любят. То есть, знаете, да? Вот вы так, ээээ, воспринимаете, ээээ, себя, в этом, ну, ключе. И это не случайно. То есть, вы, возможно, в глубине души считаете, что вы достойны того, что вас бросили, или, или, считаете себя недостойным отношением. Отсюда, эээ, такой вот, негативный, ээээ, значит, ну, негативный, аспект, ээээ, восприятия. Вот. Довольство девочка сделал. Понимаете, да? О чем идет? Идет пречь. Дальше. Я пытался пару раз, ээээ, ее вернуть, но это бесполезно. А вернуть, это как? Ээээ, вернуть, это, ээээ, что значит вернуть? Как вы понимаете? То есть, ну, что означает? Ээээ, вот вы пытались вернуть, как это, как вы делали? Вы хотели, ээээ, не знаю, начать все сначала, может быть, или как? То есть, вы понимаете, что вы понимаете под попыткой вернуть человека? Вот. Это важный момент, потому что от него во многом зависит успех возвращения. То есть, я верю в то, что вы, ээээ, ну, что вы хотели вернуть. Но вопрос в том, как вы это делали, что вы понимали под возвращением ее, и исходя из этого, да, что вы делали? Потому что вы говорите, что это бесполезно, но что значит бесполезно? То есть, сама постановка вопроса мне не нравится. А то бесполезно означает, что должна быть польза какая-то, да? То есть, вы возвращаете девочку, как бы, эээ, не для, не ее, да? Не потому что, вот, ну, ей, эээээ, хорошо могло бы быть, эээ, с вами, да? Ну, потому что вы знаете, знаете, что ей ээээ, хорошо с вами, например. А вы хотите вернуть её, ну, например, для себя, и именно поэтому вы говорите, что бесполезно, простите, но тут момент какой, да, тут какой момент, что польза, польза, да, любая польза, определяется самим человеком, субъектом, вам, вам, в данном случае, а человек другой пользу приносит, ну, как бы не должен, понимаете, да, всё, так, пытался общаться с другими девочками, не хочется вообще, даже секс ни с кем не хочется, кроме неё. Ну, понимаете, вы пытались, по факту, да, вы пытались выбить клин-клином, ну, вышибить клин-клином, по факту. Вот. Я не думаю, что это хорошая идея, на самом деле. Потому что, ну, потому что обычно, обычно, в таком случае, да, ну, как бы, человек воспринимается в качестве, ну, в качестве средства только. То есть, вот, девочка, она, вами, да, воспринималась, как средства. Девочки другие, понимаете? Вот. То есть, вы, общаясь с другими девочками, надеялись в них увидеть вот эту вот, ту самую. А как личность, да, целостную, вы не воспринимали их, ну, девочки, я имею ввиду. Вот. Поэтому и ничего не получалось. Потому что вы ждали того, что они дадут вам сразу то, что вы получали от неё. Так не работают. К сожалению. Дальше. Так, не хочется делать ничего, не стремиться никуда, не ставить цели. На месте не могу сидеть, как хочется написать что-нибудь ей или позвонить. А для чего? Как вы будете себя чувствовать, да, если ей позвоните и напишите? Вот. Не хочется делать ничего. А делать, чтобы что? Она не... Делать, чтобы что? Ну, вот. Чтобы вы могли сделать. Какие у вас ценности? Какие у вас внутренние конфликты? Да? Вот вы говорите о цели, да? Ставить цели. Но вам только 19 лет. Ощущение, что вы хотите уже, не знаю, чуть ли не семью какую-то. Да? Понимаете, о чём идёт речь? И... Мне кажется, это важно. Мне кажется, это важно. Очень важно. Очень важно. Вот. Понимаете? Поэтому... 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 Поэтому вот... Тут нужно определить тоже. Какие цели? цели... Значит... Насколько вы способны делать выбор? Ну... Свой выбор. Насколько. Насколько вы способны решать что-то. Но именно для себя. Не для... А... Ну... Не для... А... Другого... Человека. Понимаете? То есть... Насколько вы... Ага... Зрелая личность. Так... А... Отпекаться не получается. Везде что-то у себя плохо. Что бы не делал, с кем бы не находился. Ну, это... Нормально. Одна и та же мысль о ней. А... Вот, собственно, навязчивые мысли. Да? Навязчивые мысли. Механизм навязчивых мыслей. А... Связан... С... Запретами. Связан с запретами. А... Действовать... Как-то, ну... По-другому. Вот. То есть... Это именно запрет действовать как-то иначе. Как иначе? Я не знаю. Ну... Потому что... Я вас не знаю. Но механизм навязчивых действий это одновременно и запрет, и защита. То есть... Ты, например, не должен... Взаимодействовать... По-другому. Да? Ну, то есть, например... Например, да? А... Ты не должен, там... Действовать по-другому. Думать по-другому. И так далее. Ты должен делать только вот... Что-то, связанное с... Определенными моментами. Тогда ты будешь счастлив. Вот. То есть механизм навязчивых мыслей, он... Вот... Такой. Он связан с искусственным... Ограничением... Того, что... Человек... Грубо говоря... Мог бы сделать. Вот. Ограничения берутся из... Эээ... Семьи. Конечно же. Ну, это очевидно. Более 12-19 лет. А... Как её забыть? Никак. Нужно изменить отношение к своим чувствам и... Эээ... Учиться лучше распознавать... Свои эмоции. А... Найти силы, чтобы жить дальше без неё. Без неё. Понимаете? Эээ... Силы... Если мы говорим о... Силах. Эээ... Силы это... По сути сопротивление... Ну... Это сопротивление... Эээ... Какому-то давлению. Да. Это сопротивление какой-то... Эээ... Ну... Агрессии. Это сопротивление какой-то нагрузки. Да. То есть, это постоянная борьба. О борьбе... Ну, вот... Эээ... Лично я, да. О борьбе. Я... Речь не веду. Я веду... Эээ... Речь об освобождении. Вот. Знаете? Скажу, да. То есть, именно освобождение... Да? Именно освобождение... Играет здесь... Эээ... Ключевую роль. Ну, ключевой момент. Поэтому силы... В первую очередь... Нужно не искать... Да? То есть, не... Эээ... Грубо говоря... Эээ... Ну... Не приучать себя... Например... К... Тому, чтобы... Эээ... Терпеть. Да? К тому, чтобы... Эээ... Там... Там... Грубо говоря... Эээ... Мириться. Да? Не приучать себя... К тому, чтобы... Эээ... Там... Бороться. Вот. Эээ... Нет. 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 Эээ... Силы... Вам нужно... Свои... Просто... Освободить. Вот. По факту. И... Всё. Чтоб... Соб... Собственно... Говора. Просто освободить ваши силы. Но для этого нужно убрать конфликт. На удержание... Которого... Удержание... Которого они направлены... Сначала... Сначала... А... Дальше... Ведь не хочется ничего вообще... Как пережить... Это всё... Двигаться дальше... Отглаться... Чего-нибудь... Если это так плохо... Что... Жить не хочется... Ничего не хочется... А... Ну... Понимаете... Ммм... Опять... Такое ощущение... Что... Здесь... Эээ... Всё... По... Долгу... То есть... Знаете... Я должен... Вот... Если ничего не хочется... Да... Допустим... Ну вот... Ничего не хочется... То... Не... 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 Не надо ничего делать... На самом деле... Если... Прям не хочется ничего... Позвольте себе... Порегрессировать... Позвольте себе... Насчёт... Насчёт... Как-то вот... Побыть... Слабым... Да... В... 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 В этом нет ничего... Постыдного... Абсолютно... Но... Нужно... Чтобы вы... Эээ... Побыли... Эээ... Грубо говоря... Эээ... Отдохнули... Пере... Смотрели... Свои приоритеты... Разобрались в себе... А... На данный момент... Вы... Озобочены тем... Что... Эээ... Движетесь... В... Вперёд... Как мне... Эээ... Скажется... Понимаете... Ну... То есть... Вы... Озобочены тем... Чтобы идти вперёд... При этом... Не... Отдавая себя... Чёрным словом... Для чего я это делаю... Зачем я это делаю... Чего я хочу... Вообще... Что я чувствую... Да? Вперёд... Нужно... Разобраться с чувствами... Ваше чувство... И есть ваше желание... И есть... Эээ... Тот... Ресурс... Который вы можете использовать... Ну... Для достижения... Для достижения... Для достижения... Своих целей... Вот... Это и есть... Эээ... Кладезь ваших желаний... И они кричат... Они кричат... Вы видите... Как... Эээ... Сильно... Эээ... Они... Заявляют о себе... Ваше желание... Вы видите... Вы видите... Вы видите... Но вы не слышите их... Снимаете... Вы не воспринимаете их... Почему? Потому что запрет... Вот... Эээ... Просто запрет... У вас... На это... Ну... Запрет на... Эээ... Реализацию... Своих... Желаний... Вот... В другой форме... Нежели чем... Та что есть сейчас... Вот... И это... Неприятно... Да... Это деструктивно... Да... Это все деструктивно... Но... Вы продолжаете... В этом находиться... Находиться... Все... И вот это... Нужно менять... Вот это вот... То есть сейчас... Цель не в том... Заключается... Да... Чтобы... Эээ... Чтобы... Эээ... Чтобы... Вы... Эээ... Начали что-то делать... А сейчас... Цель заключается... Эээ... Скорее... Скорее... В том... Чтобы... Чтобы... Вы лучше... Прислушивались... К себе... К... Своим... Чувствам... Вот... Эээ... Какая цель... Вот... Это... Куда... Более... Важная... Цель... Как мне думается... Вот... Знаете... И когда... Вы уже... Будете... Знать... Чувствовать... Когда... Вы... Будете... Хорошо... Знать... Свои... Чувства... Вы... Уже... Ммм... Что-то... Делать... Вот... Вот... Ну... То есть... Делать... Лучше... Чем... То... Что... Вы... Ну... Делаете... Сейчас... То есть... Там... Более... 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 Качественнее... Более... Вполне... Если угодно... Вот... Для... Себя... А не для других... Это все будет... Вот... Но... Это... Определенная работа... Это... Определенная работа... Вот... Работа... Именно... Вот... С вами... Понимаете... Да? Надеюсь... О чем это... То есть... Это не... Эээ... Не что-то, что... Эээ... Что... Можно... Дать... Вот... Знаете... Эээ... Один... Эээ... Какой-то совет... Да? И... Все... И... Проблема сразу... Эээ... Ну... Разрешилась... Нет... Вот... Эээ... К сожалению... Это не так... Ваша... Проблема... Она... Не такая... Что... Может... Эээ... Решиться... Вот... За один ответ... Почитайте про... Созависимость... Вот... Почитайте про... Созависимость... И я уверен... Что вы... Эээ... Многое для себя... Поймете... Много откроете... Много... Много увидите... Вот... Много будете... Эээ... Лучше будете... Эээ... Эээ... Разбираться... В том... Что... Ну... Вот... Эээ... В том... Что... Ну... В том... Что... Сейчас... Происходит... Да? Вот... Понимаете? То есть... Вот... На это... Обратите... Обратите внимание... То есть... Понятно... Она... Про... Ээээ... Тема... Ээээ... Созависимостью... Вот... А... Я надеюсь... Что... Это... Ээээ... Это понятная история... Ну... Для вас... В смысле... Ну... А вот... А... Значит... Так... Я думаю... Эээ... Можно вам... Ответить... На ваш... Вопрос... Надеюсь... Что... Это... Было... Полезно... Для вас... Эээээ... Эээээ... Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.